Друзья, у нас сегодня последний день в Пусане. Завтра мы уже поедем домой в Сеул, но сегодня мы решили доехать до самого дальнего пляжа в Пусане. Он называется Сондо. Находится он далеко от метро. Сюда приходится добираться автобусами, метро. В общем, очень далеко. Но мы сегодня решили все-таки напоследок заглянуть и на этот пляж. Сегодня пляж Сондо. Ни для кого, знаете, ни на каких языках мира не написано, что запрещено незаконно снимать. Кроме как на корейском, собственно, и на русском, для особо непонятливых. На корейском и на русском запрещено снимать. Очень хорошо, что мы сегодня сюда доехали, друзья, потому что вода здесь очень теплая. Я, в принципе, так и предполагала. Потому что Сондо – единственный пляж, который сделан таким, знаете, как бухтой такой. Соответственно, здесь вода очень хорошо прогревается. То есть это не открытое море, как вот получается на Гванале или на Хеонде. Поэтому здесь очень теплая вода. Сегодня сюда мы не зря доехали. Элита вон из воды не вылазит теперь. Она у меня сегодня, кстати, видите, даже кореян стайл такой в Панамке купается. Потому что она вчера перезагорала. И поняла на собственном опыте, что лучше все закрывать себе в Корее и не загорать. Людей уже, конечно, не так много. Я бы сказала, даже вообще мало. По сравнению с Хеонде каким-нибудь очень мало людей. В общем, кайфуем здесь сегодня. У меня, кстати, друзья, в воде как будто бы что-то обожгло, как медуза. Знаете, но медуз здесь нет. На руке появилось такое красное пятно, которое чесаться стало. Буквально вот 5 минут, и оно прошло. Не знаю, что там такое в воде. Лита говорит, что вчера у нее прям целый день на Гванале она купалась вчера. И тоже так целый день было. Как будто бы то ногу, то руку он так вот что-то обожжет. И пройдет непонятное что-то. Но медуз в воде не видно, это точно. Небо сегодня шикарное. Вода теплая. Кайф. Такие тут у Сондо старые по-самски улочки. Мы идем и ищем ресторанчик. Матчип так называемый. То есть где вкусно кормят. Здесь все в гору, в гору. Вообще Бусан, конечно, больше гористый, чем Сеул. Здесь все время куда-то в горы надо подняться. Все на горах. Очень много гор. Вот у этих вот классных опад шикарный вид на море. Интересно, сколько они стоят здесь опатовить. Хотя они находятся в какой-то таракане. Здесь, конечно, ехать автобусами. Я не знаю, чем добираться, но вид у них должен быть шикарный. Пообедать сегодня пришли в классный ресторанчик корейский. Сангетан. Здесь сядь подальше. Почему здесь? Ну, давай вот там. Ну, давай. Ну, хорошо, да. Давай вот здесь. Давай, Сангетан. Сангетан тут все. Сангетан. Этот жужуба должен быть. Ну, в общем, наполнение какое-то есть. Что ты ищешь? Вилку? Нет вилки. Еще одну палочку? Ничего себе. Сейчас будет бить рекорд и есть тремя палочками. Вот это сейчас она покажет мастер-класс. Вид, так нельзя делать. Что ты перебираешь там руками все палочки? Не все. Я как будто. В общем, приятного нам аппетита. Это должно быть очень вкусно. После дня гуляний набраться сил. Литий попался жужуба. У меня тоже где-то здесь он должен быть. У меня он тоже есть. Обязательно идет в Сангетан. Кстати, очень удобно. Видите, столы накрыты клееночками. Прямо мы сейчас поедим. Вот эту верхнюю клееночку. Все соберут. Ведь всю грязь клеенкой одной. И все, следующий человек будет на следующей клееночке ездить. Очень удобно. Не надо столы натирать, мыть. Все вот так вот закрыто клееночкой. Тут у нас еще закусочки. кимчи, 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 речка. Это, мне кажется, что там какой-то язык говяжий или что-то такое. Ну и перчик, лучок. Такая вот вкусняшка. Друзья, мы сегодня доехали до деревни Камчон. Главное... Блин, ветер дует, не знаю, будет меня слышно. Одна из главных достопримечательностей Пусана. Мы уже здесь в этом году были с Мен-Дже. Возможно, вы видели мой шорт отсюда. Сегодня мы вот с дочкой сюда доехали. Потому что с Мен-Дже мы в этом году просто носились по этой деревне. Я ничего не снимала. Мы прям бегали от одного заведения до другого. Какой ветер. Ой, а хорошо. Продувается. Классно. Если вы помните мой шорт, я рассказывала об этой деревне. Что изначально это деревня, которую образовали сектанты определенной религии корейской. Теггтона называется, если вы помните. Ну, сейчас, конечно, уже последователей этой религии практически тут не осталось. И из всей этой деревни сделали такое большое-большое арт-пространство для туристов. Покрасили домики старые в разные такие вот интересные картины. Сделали кучу кафешек, ресторанчиков и всякого интересного. Но основная церковь этой секты, она до сих пор находится здесь. Если мы до нее дойдем, я ее сниму, конечно. Мне все время эта деревня напоминает, знаете, какую-то деревню из Лавкрафта. Ну, из каких-то, знаете, таких историй Лавкрафта. Если бы ее не перекрасили в какие-то классные цветные такие домики, она была бы такая вот именно старая такая вот рыбацкая, знаете, деревня. Где наверняка по ночам выходит какой-нибудь догон. Кто читал Лавкрафта, тот меня поймет. Лавкрафта, тот меня Forjing. Поли Overwatch piece. Очень много разных фотозон Пока ветер дует, я молчу Потому что меня не будет слышно наверняка Стараюсь, пока ветер дует, просто молчать Можно взять напрокат Ханбок, пофоткаться, сделать себе фотосессию Сегодня прямо ветер, очень классно Из-за этого не жарко, это прям супер Очень много иностранцев, конечно Потому что деревня главным образом сделана для иностранцев Очень-очень много фотозон Просто везде, повсюду Сюда еще не очень Сюда уже углядела Сюда вообще распитается, как у Мерлин Монро Летта у меня стала Мерлин Монро Здесь еще находятся какие-то, знаете, такие культовые объекты С которыми обязательно, когда приходишь в эту деревню Нужно сфотографироваться Видите, маленький принц везде Вот если бы эти домики не были так разукрашены Здесь бы, конечно, было очень уныло Такая унылая рыбацкая деревня Вот это впереди очередь, друзья Это очередь как раз сфотографироваться с маленьким принцем К нему всегда стоит очередь, которую надо отстоять Если ты хочешь с ним сфотографироваться Ой, это что такое? Гадание Предсказание? Предсказание, да Будешь стоять с маленьким принцем фотографироваться? Надо очередь ее занимать Надо на него посмотреть сначала Сходи, посмотри Ты не видела у меня фотографии, что ли, в профиле? Видите, такая красота здесь С таким видом Маленький принц И лисенок И оттуда открывается Вот такой вот вид На море, на город Ну что, будешь стоять? Ну, вставай, занимай Здесь такие шарики с предсказаниями Можно взять Сколько оно там стоит Что-то я не вижу, сколько он стоит А, тысяча вон Тысяча вон Ну, в общем-то, тысяча вон у нас есть Красиво, конечно И-то встала в очередь Это все нам сейчас придется обстоять Пофотографировались в улице Наверное, не очень хорошо Потому что ветер очень сильный Ну, нормально Вот эти-то фотки У тебя селфи только не получилось С волосами сильные Разлетают Сзади-то фотки Ну, со спины, если не видеть Ну, здесь нет ветра Можно Пофотографировались Селфи-мушке поделать Не очень Вот еще фотозоны Вот это уже получше Не как в клетке Ну, давай хоть здесь Это еще такой Входик есть Такой, да, тоже Можно здесь Селфи-мания тут Думаю, вот в этот, наверное Вот в эту кафешечку зайти Посидеть, что-нибудь выпить Отдохнуть Хотя погода вообще Супер реальная Потому что не устаешь Когда вот так тебя обдувает Ветерком прохладным Солнце не печет И ты даже И не устаешь особо Очень комфортная погода Для прогулок В таких местах Я бы, конечно В какую-нибудь кафешечку сходила Где народу не так много Здесь прям Она находится в таком месте Проходном Это кафешка Поэтому людей очень много Я куда-нибудь Ну, я не вижу никаких кафешек Вокруг Поэтому Придется В нее зайти Заказали лимонад Сидим Вот с таким Классным видом Из кафе Поднялись Поднялись Друзья На смотровую площадку В Ганчоне Смотрите Какой вид отсюда А вот друзья Торчит крыша Храма Той самой религии Это их основной храм Вот он прямо в центре Деревни находится Спасибо за субтитры Продолжение следует...